Великая Шанель Встреченных мною, хотя бы в юности, самых сильно одетых людей, это были какие-нибудь рабочие, которые ехали полупьяные, но они были в красивой униформе, которая еще была создана при Сталине, когда был такой великий стиль. Но все-таки самая элегантная, это, конечно, какая-то рабочая одежда, униформа. А сейчас вдохновляться улицей я бы не стала, скажем так. Да, может быть, где-то в глубинках, когда люди что-то так себе привязывают, подвязывают и проявляют какую-то смекалку, и в этом есть какая-то самобытность. Но вот если я смотрю на одиноко, они вроде бы одеты все разноцветно, но все равно у них одинаковый принцип одежды. Вот в этих вот женщинах, которые крутятся около показа. Ну, чтобы их фотографировали, как они зашли на показ. Даже сам показ иногда и мне так важен, как сами сфотографироваться, что называется такая безделанная модель. Мне кажется, это тоже очень одинаково. Поэтому, конечно, самое ценное – это авторство, самобытность, чтобы они не быть похожи, как на других. Но это трудно, конечно. Могли бы вы назвать три основополагающих элемента, которые должны присутствовать в гардеробе каждой женщины? Все равно какое-то маленькое черное платье, шпильки, свитер, юбка узкая, как ее называют, карандаш. Ну и какой-то деловой костюм. То есть все. Собственно, и больше ничего не нужно. Потому что все потом это можно укрыть какими-то индивидуальными безумствами, которые будут там создавать вашу какую-то индивидуальность. В 21 веке жизнь ускоряется, и люди делятся на два типа – на тех, которые покупают одежду в магазинах, и на тех, кто переходит на онлайн-шоппинг. Как вы считаете, есть ли будущее у шопинга в интернете? Ну, у пожилых нет, а у молодых, может быть, да. Потому что пожилые испытывают отвращение к этим кнопкам. А у вас есть? Ну, у поколения сорокалетних, мне кажется, все-таки они очень ограниченно пользуются интернетом. Ну, а потом я не понимаю, как можно покупать вещь по интернету все-таки отчасти, потому что все-таки ее надо пощупать. Тогда она получается совсем такая одноразовая, что ли, ты покупаешь как какой-то… Ты же не знаешь, какая она придет к тебе. В каком качестве астографировать ее можно по-разному. Мне кажется, что в моем случае я бы скорее перешла на какую-нибудь все-равно пошивочную модель. То есть я бы себе индивидуально сшила то, что идет лично мне. То есть определилась бы в своем каком-то силуэте. И, в принципе, ему так и нужно. То, что мне идет. А вот все время экспериментировать с этими разноцветными. Дело в том, что одежда все равно это твое обрамление. Если она оказывается сильнее человека, то это какая-то ошибка. В ваших фильмах часто звучит тема любви, смерти. Но это две неразначенные темы – любовь и смерть. Они друг без друга бесценивают. А как вы считаете, одежда может отражать любовь или смерть? Конечно, одежда – это часть самовыражения человека. И к ней можно относиться как к творческому акту. Именно самовыражение. Именно искусство – это роскошь некая. Это же не предмет первым необходимым. Но, конечно, я все равно одежду, где все это отношу к какому-то подразряду искусства. Ну, если у человека есть какое-то воображение, и он его может реализовать, как-то одеваясь. Насколько я знаю, вы давно дружите с художником, талантливым режиссером... Хамдамовым. Рустамом Хамдамовым. И очень часто в различных интервью упоминаются о том, что он когда-то повлиял на ваш стиль. Это правда? Ну, конечно, он там открыл какую-то дверь. Как-то в своих фильмах он сделал свою любимую модель женщины, как он ее себе представляет. А что-то новое он принес для вас, для вашего стиля? Ну, в его фильмах я была очень красивая. Если я занималась, например, у Уратовой, я могла быть недовольна, как я выглядела, потому что для нее это было не важно. А для него было важно очень все-таки вот этот момент оболочки. То есть он все-таки великий стилист, прежде всего. Конечно, вот он смог отсечь, что называется, лишнее. И Кира обожает лишнее. Она даже всегда любит отпочковаться от главного сюжета и вдруг предвидеться какой-нибудь непонятной тайной дверцы и уйти совершенно к постороннему персонажу. А у Рустама есть вот такой вот один ему понравившийся стиль, который, ну вот, как сказать, вот он его разрабатывает, и в нем он гениален. Ну, это его, вот, как сказать, его река. Должна ли быть одежда удобной или красивой? Можно, чтобы это было одновременно. Мне кажется, вот эта самая... Она должна быть простая и удобная. И она должна быть хорошего качества. И она должна быть... И она должна быть... Она должна украшать человека, а не уродость его. И сами по себе красивые вещи. Но на том или ином человеке они его не украшают. И, конечно, тогда это неправильная одежда. Субтитры сделал DimaTorzok